Применив такой синтекс, я получил две новых переменных. И если провести кластеризацию именно на этих переменных, Analyze, Classify, Hierarchical, Cluster, выбираю эти переменные, вовременно отключу Plots, Method Cosine, по уже озвученным в других видео соображениям я выбираю WinGroups Linkage, как более чувствую, строгую, консервативную, и попытаюсь запустить, но сначала у меня не получится запустить, потому что слишком много объектов, около 50 тысяч объектов, машина не может обсчитать все парные расстояния, поэтому сначала результата не будет, не хватает памяти. Для этого я еще одну вспомогательную процедуру произвожу, а именно отбираю вероятностную подвыборку. Допустим, 10%, это будет около 5 тысяч наблюдений. С одной стороны, достаточно все равно большой объем, с другой стороны, справится иерархический кластерный анализ с таким объемом. Перезапускаю иерархический кластерный анализ. Получаю очень длинный агломерейшн шедюл, в котором и в которой в таблице внизу я могу увидеть, что наибольший скачок даже без расчета в Excel происходит на предпоследнем шаге, то есть отбирается два кластера. Я сохраняю двухкластерное решение, для чего еще раз перезапускаю, нажимаю Save, Single Solution, 2, запускаю, получил кластерную переменную с двумя кластерами. Стоит вопрос, а обоснованно ли было сделать эту выборку? Она тоже сохраняет связь между двумя исходными переменными на уровне в районе 0.45. Это тоже надо проверить, прежде чем приступить к интерпретации этой подвыборочной кластерной модели. Для этого я запускаю Correlate для исходных переменных. И вижу, что действительно в районе 0.45 сохранилась корреляция. Можно приступать к интерпретации полученной модели.